Встреча глаза в глаза. Руководитель края Андрей Тарасенко на встрече с депутатами Государственной Думы от Приморского края и с председателем законодательного собрания не произносил общих слов. Его четкие формулировки в постановке задач отмечают все, с кем он провел первые встречи – журналисты, чиновники, общественники. Хорошая осведомленность о том, что наиболее волнует людей – вторая сильная сторона. Сельские жители уже несколько лет подряд после изменений в лесном кодексе не могут для заготовки дров использовать леса по соседству. Губернатор удивлен, что вопрос все еще на мертвой точке. Дрова себе на зиму заготовить. Почему? Потому что такой колхоз существует, этот законодательство, что он не может выйти и вырубить себе хотя бы сухое дерево, пополнить себе запасы и так далее. Не продается это. Мы его загнали в угол, и он сидит и не знает, что делать. Еще одно решение без вариантов – находка не должна глотать пыль. Если бизнес не может обеспечить работу по правилам, значит кто-то дает надежду, что такая работа сойдет с рук. А в Мурманске было не так. Я в Мурманске столкнулся, ну, портовое хозяйство, тоже там же угольная пыль и так далее. Знаете, как губернатор там поступил, он очень просто сказал, ребят, есть санэпидем у вас при проекте, при проектировании, у вас было написано, что вы можете и как вы можете делать. Вот написано такое-то в проекте, экспертизы, вы прошли экспертизу, пожалуйста, исполняйте. Не сделав, не выполняй, чтобы все вот эти нормы привести в порядок, вы поставьте пушки, поставьте то-то, сделайте укрытие, тогда и получите новый паспорт на это дело. Все, все сразу задумались и все сразу начали делать. Депутат Государственной Думы от Владивостокского городского округа Сергей Собчук настаивает на срочном решении проблему обманутых дольщиков во всех муниципальных образованиях, а не только в Партизанске. Там доведенные до отчаяния люди добились помощи Владимира Миклушевского. Еще несколько сотен семей продолжают писать о произволе в этом вопросе. Здесь у нас обманутые дольщики. Приморье в этом плане, к сожалению, отличается в худшую сторону относительно других субъектов. И я пытался лично позаниматься в рамках города Владивостока. Что же у нас с дольщиками происходит, как мы с нами работаем. У нас нет комиссии, которая бы целенаправленно, ежедневно занималась решением тех проблем, которые есть. У нас есть структура государственная, которая по закону обязана, а вот какая-то межведомственная комиссия, куда бы входили разные структуры для того, что нам действительно нужно достраивать эти объекты. Люди попали в достаточно сложную ситуацию. Сегодня это вопрос на контрольном управлении администрации президента. И наш председатель настраивает на то, что мы тоже не были сторони от этих проблем и старались помогать действующей власти в решении этих вопросов. На поверку бюджет Приморского края, о котором принято говорить как о сбалансированном и эффективном, таким является частично. Администрация края сдает деньги по федеральным программам в федеральный бюджет, потому что не в силах обеспечить ввод объектов. И ведь речь идет не только о благоустройстве, на строительстве школ и дорог. На встрече с председателем краевого парламента Андрей Тарасенко призвал более тщательно работать над бюджетом будущего года. Близится его первое чтение, общественные институты высказывают свое отношение к параметрам. Я тоже задержал, пока направляю бюджет. Я просто хочу изучить, насколько мы пунктуально исполняем те программы обещания всех, которые были, избирались в законодательное собрание. Я хочу здесь четко, четкости, открытости и чтобы мы все понимали, что мы сейчас направлены на самое главное создание края хорошей атмосферы рабочей. А главный посыл, который хотел донести губернатор Андрей Тарасенко до депутатов всех уровней, Приморье должно прекратить поставлять трудовые кадры в Центральную Россию, стать привлекательным для родившихся здесь и не менее привлекательным для остро необходимых специалистов промышленного сектора.